Поэтому вчера вечером мы говорили о разнице между снами и видениями. И это не только в том, что сны бывают только ночью, а видения только днём. Поскольку, как мы уже поняли, иногда видения бывают и ночью. И настоящая разница между снами и видением в том, что сны более символичны. В то время как видения более буквальны и похожи на такое жизненное переживание, более настоящее. И мы также знаем, что Бог изливает Свой Дух на всякую плоть, как на верующих, так и на неверующих. И об этом говорится в книге Илья и повторяется в книге Деяний. Поэтому Бог дает сны даже неверующим. И поскольку в них не живет Дух Святой, они не могут понять значение своих снов. То есть в них не живет этот истолкователь снов, Дух Святой. И поэтому, как Пол упоминал, что иногда мы организуем еванализации в контексте толкования снов. И мы устанавливаем палатку и толковываем сны для людей. Потому что Бог дает сон кому-то в сердце, и это создает такую жажду внутри человека. И если мы, с помощью Духа Святого, сможем дать им ключи, такие ключевые моменты, то тогда этот ключ сможет открыть послание от Бога. Таким образом, неверующие даже ближе могут подойти к Богу. И иногда бывает такое, мы столковываем сны неверующих, и больше оппозиции происходит от верующих. Sometimes they tell us, you should not be doing that. That is not right. Because they say, Jesus never interpreted dreams. И они говорят, ну потому что Иисус никогда сны не столковывал. But I think they are swallowing the camel, but choking on the net. Is that, it's a scripture, what's the translation there? Выражение такое, проглотить верблюда и попасть в сеть. Что получается в них? Потому что Иисус истолковал много-много разных притч, не так ли было? And it's parables and dreams are all symbolic languages, aren't they? И как притчи, так и сны, это тоже символический язык. Все это является символами. So what's the difference between interpreting a dream and interpreting a parable? Набор символов, поэтому какова же тогда будет разница между истолкованием притчи и истолкованием снов? If you read the parables, aren't they a lot like dreams? Когда вы читаете притчи, то разве не похожи эти притчи на сны? And Jesus had to interpret them like he would a dream. И Иисус также истолковывал притчи, так же он может это делаться с нами. Because they were full of symbols. Потому что и там, и там есть эти символы, и много этих символов. So after Jesus in Matthew 13 talked about the parable of the sower, Поэтому в 13 главе Матфея Иисус говорит о притчах о сеятеле. The disciples came and said unto him, Why do you always speak to them in parables? И ученики подошли к нему и спрашивают, Почему ты всегда притчами говоришь? Don't we have that question for God? Don't we wonder, why couldn't he, Why does he always have to give us messages in dreams? И можно сказать, так же в наше время, Почему Бог постоянно нам говорит что-то во сне? Или говорит какое-то послание, а это приходит во сне? Если у него какое-то есть слово к нам, Почему он просто не скажет нам обычным языком, на русском языке? Here's what Jesus said. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, But to them it is not given. And because the ones who got the interpretation, The ones that received the interpretation Understood the mysteries of the kingdom. Те, кто может истолковать, принимает истолкование, Может также понимать тайны царства. And those who do not understand the interpretations of their dreams Don't understand the messages of God yet. И те, кто не понимает истолкование снов, Также не могут понять тайны царствия. And Jesus goes on to say, For whosoever hath to him shall be given. Иисус дальше говорит, Так, у кого есть, тому будет, тому прибавиться. And he shall have more abundance. И будет даже еще больше у него, изобилия. А тот, у кого нет, у него заберется даже то, что есть. Это Матфея 13, 12. Поэтому, у кого были сны за эту ночь, После вчерашнего вечера? Какое благословение. Потому что, если вы получаете послание от Бога во сне, Он хочет это увеличить, умножить, Чтобы это было еще больше. Чтобы у вас было изобилие. И часто мы говорим с людьми на улицах, они говорят нам, У меня никогда не бывает снов. У меня никогда не снятся сны. Но знаете ли, в чем истина? Вероятно, у них были сны, когда они еще были маленькими детьми. Но поскольку они не оценили то послание, которое Бог им хотел дать или передать, То количество снов уменьшалось и уменьшалось. И также Иисус говорит в Матфея 13, 12. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И здесь также Иисус объясняет, почему Он обращался к народу в притчах. И разве не применимы те же принципы в отношении снов? Как сны, так и притчи — это символический язык. Символический рассказ. Но благое есть вот в чем. Если даже у вас было мало снов, То мы попросим, чтобы Бог это все изменил, это положение отдела в течение этого курса. Так, чтобы у вас было изобилие в отношении ваших снов. Мы переходим к теме, символические термины и концепции. Тридцать-восьмая страница. Поэтому сейчас мы переходим к языку символизма и языку символов. И мы положим основания для истолкования снов. Поэтому в языке символов Бога, Будь это сон, либо притчи, Есть, присутствуют в этом символы. Первая — это А, прототип или образ. И когда прототип или образ упоминается в Писании, То это означает образец, копия, форма, пример, форма, стиль, Или подобие того, что войдет, что будет. И есть упоминание этому в Римлянам 5.14. Где говорится об Адаме, И Адам — это был прообраз, прототип Иисуса. И Адам — прототип Иисуса, И Иисус назван тоже последним Адамом. Следующий символ, можно сказать, символ или метафора, Б, под пунктом Б — тень. И что означает тень? Она отмечает контраст между конкретным, реальным, неизменным, И реальным, временным и изменяемым. Поэтому, можно сказать, это олицетворение того, Что грядет будущим, и то, что будет постоянным. Следующий символ — это знамение. Внешняя отметка, признаменование, или свидетельство того, Что грядет. Какое знамение Бог дал Ною? Знамение Завета. Радуга, да. Следующий вид символа — это чудо, чудеса. Это ошеломляющее проявление Божественной силы, Которое заставляет всех Переходить в страх и удивление, изумление. Как об этом говорится в Деянии 2.19, И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма. Затем, следующие символы — это символы или метафора, Подобно метафору, метафоре. Следующий символ — это притча. Притча — это история, приводящая сравнение с целью открытия истины. И в притче может быть несколько элементов, Но одна центральная точка, или один центральный момент. Поэтому эта притча очень похожа на сон. Потому что притча пытается донести какую-то основную суть, И так же, как если взять притчу о сеятеле, В которой было множество элементов, Семя, которое означает что-то, Почва тоже что-то означает. И элементы различных в снах тоже имеют определенное значение. Как говорится в Матфея 13, 13, Потому говорю им притчами, чтобы они, видя, не видят, И слыша, не слышат, и не разумеют. И как мы вчера сказали, что даже если мы не поняли сон, Все равно есть надежда. Помните притчу 25, 2? Там, где слава Божья облекать тайное дело, А слава царей в том, чтобы исследовать. Затем, следующий символ, это аллегория. Это история, или притча, или сравнение, В которых используется много образов, Чтобы донести несколько значений. Можно сказать, основное определение аллегории, Это сказать по-другому. Как сказать по-другому? Затем, следующие метафоры и сравнения. И то, и другое сравнивают два предмета, Не принадлежащие к одному и тому же классу, Но имеющие что-то общее. Пример такой, что, допустим, Тот грузовик настолько же большой, Насколько и сарай, или амбар. И метафор может быть, Он человек после моего сердца, Как Бог сказал о Дэвид. Это не написано. И метафор может быть, Бог сказал, что Дэвид был человек после моего сердца. И это метафор? Или это сравнение? Да. О, окей. Ну, метафор может быть, Еще метафора такая. Иисус говорит, Я и есть дверь. Следующий раздел у нас, Использование различных символов и метафор. Снова можно сказать, Повторимся. Тот же стих мы видим, Который является основателем, Основополагающим стихом. Генезис 40, verse 8. Не от Бога ли истолкование? Это нельзя забыть, Потому что мы некоторые техники изучим. Но без Духа Святого, Мы не сможем истолковать ни одного сна. Потому следующее, Это четыре уровня истолкования. Первый уровень, Это буквальное истолкование. Нужно понимать эти четыре уровня истолкования, Потому что они помогут нам в истолковании снов. Допустим, этот отрывок, Если взять Деяния 2, 17, 18. Если буквально истолковать этот отрывок, То в соответствии с этим буквальным истолкованием, Только у молодых людей, Или дочерей и сыновей, Будут пророчества и видения, Но и у пожилых людей будут видения. И все. Сны у пожилых людей, У молодых видения, да. Первое буквальное истолкование, Второе уровень — это аллегория. Аллегорическое истолкование. Это когда Петр говорит, Но это есть предреченное пророком Иаилем. Поэтому День Пятидесятницы он напрямую связывает с пророчеством Иаиля. Затем третий — философский уровень истолкования. И это когда мы разделим в этом веке Ваши сыновья, Ваши дочери, Ваши молодые и Ваши молодые Можно сказать, Бог заявляет владение на рабов и рабынь. И, наконец, последний уровень истолкования — скрытый. Это когда мы понимаем, что к этому не следует относиться буквально. Но когда мы читаем вот этот стих, Что юноши Ваши будут видеть видения, А старцы Ваши сновидениями невразумляемо будут. То в этом есть скрытое послание от духовной зрелости. Что больше духовной зрелости требуется для истолкования снов. Теперь принципы истолкования снов. Снова, Батия 48, чтобы мы помнили, Что истолкования принадлежат Богу. Все, что мы делаем, Мы просто принципы и такие направляющие моменты даем, Которым мы должны следовать. Потому что в мире И психотерапевты Они пытаются заучить наизусть Различные символы и значения этих символов. Но в случае, если Бог является Автором сна, Если Он дает сон, Тогда нам нужно Его водительство в том, Чтобы истолковать сон. И сны никогда не смогут быть истолкованы Без откровения. И поэтому самое важное в толковании снов Просите Бога, чтобы Он дал вам понимание сна. И никогда не забывайте полагаться на Дух Святой. Еще что поможет вам в истолковании снов, Это если вы изучите Притчи Иисуса. Изучайте вот эти притчи, Которым уже дано истолкование в Писаниях. И как вы помните, У снов есть такое проявленное применение. Например, вы можете применить этот сон К вашей теперешней ситуации. Также вы можете применить Значение этого сна И какой-то ситуации, Которая будет в будущем. Либо же вам приснится такой сон, Который применяется И относится к вам, Но также и к церкви в целом. Было ли у вас Несколько снов за эту ночь? За одну ночь. Несколько снов за одну ночь. Очень часто бывает такое. Если несколько снов снятся за одну ночь, Хотя они разные сны сами, Но они будут на одну и ту же тему, По одной и той же тематике. И об этом же Писание говорит нам. Когда Иосиф был сон сначала, Когда снопы Ему поклонились, И потом звезды небесные поклонились Ему. Это два разных сна, Но они все подразумевали одно и то же. И во сне очень много разных символов. But we've got to depend on God For the revelation, The interpretation, The application, And the proclamation. Символизм – это откровение от Бога. И с откровением приходит необходимость В интерпретации, В применении и в провозглашении. И что я имею в виду? Помните сон Навухода Носера В четвертой главе книги Даниила? И он говорит, Мне приснилось дерево, Дерево было срублено, And seven times were decreed Over the tree. Seven times? Seven periods of time Were decreed over the tree. А пока. Что там было? Семь времен Провозглашено деревом? И только остался пень дерева. Помните ли, Какая реакция была у Давида? Данила. Он настолько изумился, Удивился, Что ничего не мог Проговорить в течение часа. Он получил откровение, Которое его очень удивило. И не сразу он откликнулся На это откровение. Потому что, Когда он размышлял Об этом откровении, Очень было важно Для него понять Правильное толкование, Применение и провозглашение. The interpretation is What does it mean And who is it intended for? Толкование. Это что означает И для кого это предназначено. Поэтому, Who was the tree in that dream? Что олицетворяло дерево В этом сне? Do you want to remember? Помните? Сон Даниила. The tree was The king, Nebuchadnezzar. Exactly. Даниил это был Этот царь, Nebuchadnezzar. Так же Даниил понял Из своего сна, Что царь будет свергнут Или отстранен От своего престола В течение семи лет. И спустя семь лет Будет восстановлен На троне. Только после того Как он признает Что Бог Его поместил На этом троне. Поэтому, Что важно было Это провозглашение. Каким образом Он рассказал Об этом царю. Помните первый раз Когда Невгодонсер говорит ему Ты Если не столкуешь Мне сон То твоя Башка Как бы Слетит. И Даниилу пришлось Этот очень неприятный Сон Истолковать Дать объяснение Как вы думаете Нервничал ли Даниил В это время? Нервишки пошаливали И провозглашение Очень важно И так же Каким образом Он передал Эти слова Провозглашение Поэтому когда Вы прочтете Это можно сказать Презентация сна В четвертой Главе книги Даниила Можно сказать Даниил был Очень почтительным К царю И он сказал Что О царь Пусть это произойдет Не с тобой Но с твоими врагами И Поскольку Даниил проявил Искреннюю заботу И любовь К царю То Царь принял Это Такое жесткое И суровое Столкование Сна Можно сказать Сам Науходоносер Написал Эту главу В Библии Если вы Прочтете Начало Этой главы Там сказано Что он написал Эту главу И он прошел Тот период Семилетний И потом Он уже написал Эту главу В смирении Поэтому Эти шаги Очень важны Особенно То Каким образом Мы Истолковываем И даем Истолкование Сновидцу И если вы Помните В прошлом году Мы говорили О правом полушарии И левом полушарии Мозга И правое полушарие Мозга Более Такое Символичное Метафоричное Много Символов Разных И И Лучше От Символичное Интерпретацию И поэтому Правое полушарие Более Лучше Может Истолковывать Сны А левое полушарие Более Такое Буквальное Более Логичное Вербальное И поэтому Левое полушарие Отвечает За Провозглашение Возможно Вы заметили Что женщины Поскольку у них Развито хорошо Правое полушарие Лучше Справляются С истолкованием Снов И возможно Для них Понадобится Некоторое время Чтобы Развить Эти навыки Как донести Истолкование Для человека В то же самое время У мужчин Возникают Большие трудности С истолкованием Но часто Если вы Расскажете Истолкование Для мужчины То сразу Он же Выдаст вам Обратно Можно сказать Естественный Такой навык Для истолкования Нужны Как те и другие Мы нуждаемся Друг в друге Поэтому Возможно В каком-то Навыке Вы Достигли Больших успехов И все же Мы здесь Находимся Чтобы Развить Все эти навыки Да Сны Субъективны Даже если Сны Субъективны Все равно Символы Следуют Истолковать Не нарушая Принципы Писания И очень часто Смотреть нужно На сны Как на притчи На такую Общую картину И если мы Сон Разобьем На какие-то Детали Маленькие То мы Вообще Потеряем Весь смысл Сна И потому Если кто-то Спросит О чем Говорит Твой Учебник Ну видишь Я очень Сматриваюсь Очень Близко Осматриваюсь Но я тебе Не могу Сказать Что О чем Здесь Вообще Сказано Но Я слишком Близко Смотрю На этот Учебник Если Я отойду Назад И я Увижу Общую Картину То Будет Легко Понять Что Это Значает Сон И Легче Сказать О чем Говорит Сон И поэтому Сны Похожи На Картинки На фотографии В газете Есть такое Выражение Что Картина Заменит Тысячи слов Поэтому Научитесь Сны Разделять На символы И поэтому Если Вы Слишком Будете Концентрироваться На деталях Это Может Вас Запутать И Ничего Яснее Не станет И поэтому Когда Мы начинаем Выяснять Значение Символов Во сне Как вы думаете Где мы Сначала Должны Посмотреть Символ Библии Значение Символов Библия Библия Наполнена Притчами И аллегориями Объясняющими Образы И символы Например Семя Часто Символизирует Слово Божие Хлеб Тоже Слово Божие Семя Слово Божие Если взять Книгу Откровения Там были Светильники Там были Звезды И Бог Объяснил Что Светильники Это Церкви И Откровения Церкви Также Бог Использует Такие Фразы Словосочетания Такие Обобщенные В Америке У нас есть Такое Высказывание Получается На русском Звучит Яблоко От яблок Недалеко Падает На английском Звучит Как Щипотка Как это Сказать Обломочек Маленький Обломочек От бревна Аналогия Такая Щепотка Щепка Щепка Или же Другими словами Он тоже Такой Как его Отец Или There might be John Paul Jackson Had a dream About having A C-section И так же У Джона Пола Джексона Был такой Сон И там C-section Is that clear C-section Did you say C-section But in English It was a play On words It was It Was a play On words That meant It was talking About C-ers C-section Is C-ers C-ers Like prophets It's hard to translate It's hard to translate But В английском Звучит Одинаково А может Значит Эти два Как бы Возначения Иногда Бог использует Такие Обычные Какие-то Поговорки Пословицы Словосочетания Во снах В снах Ваших И так же По мере того Как мы будем Развивать Наш личный Сонник Или словарь Те слова Которые У нас Приходят Во сне То символы Вашем сне Не обязательно Будут Означать То же самое В сне Другого Человека Например Бог знает Что важно Вашей семье И Он даст Именно то Что применительно К вашей семье А не к семье Какого-то Другого Человека Допустим Было ли Ваших Родителей Кличка Когда они Росли Для вас Как они Вас Называли Можно сказать Такое нежное Ласкательное Имя Как они Вас Называли И поэтому Во сне Бог Тоже Вас Так Может Назвать И это Будет Для вас Что-то Значит Что-то Особенное Допустим Допустим Еще такие символы Как собака В многих случаях Собака Означает Лучший Друг Либо Просто Друг Но если У вас Был Такой Неприятный Случай С какой-то Собакой Для вас Это Будет Означать Страх Либо Опасность Поэтому Мы не можем Сказать Что символ В каждом Сне Будет Означать Одинаковое Всегда Поэтому Спросите Сами себя Что означает Символ Это Для меня Лично И также Заметьте Обратите Нимание На то Какие Эмоции У вас Возникают Во сне Осталось Ли у вас Чувство Счастья Либо Чувство Страха Поэтому Это Может Помочь Вам Понять Значение Сна Также Очень Будет Хорошо Если Вы Получите Совет От Одаренных Истолкователей Сна И Ищите Люди Мудрых Непредупрежденных Объективных И Возможно Не Будет Мудро С вашей Стороны Обратиться К вашему Лучшему Другу По поводу Столкования Сна Потому что Они Возможно Вас Слишком Хорошо Знают Один раз Мой Друг Пытался Мне Рассказать Сон Чтобы Я Столковал Этот Сон Но Я Неправильно Столковал Сон Потому что Я Не Думал О том Что Ей Нужно Что-то Исправить Жизнь Именно В той Сфере Которая Она Мне Рассказала Поэтому Очень Хорошо Найти Того Кто Вас Не Знает Но Найти Мудрого Человека И Тот Кто Одарен В этой Сфере Я Был Учителем Поэтому Мне Нравится Давать Домашние Задания Мы Это Не Будем Делать В Классе Страница 46 Нужно Нарисовать Эти два рисунка Внизу В этих Двух Квадратах Перевернутые Рисунки Эти Да Так же Само Как Это Дано Здесь Так И Внизу Нарисовать Конечно Никакой Логики В этом Нет В этом Вся И суть Потому Что Ваше Левое Полушание Говорит Вообще Никакой Логики В этом Нет Верх Ногами Рисовать Эти два Рисунка Поэтому Левое Полушание Вам Говорит Не буду Ничего Рисовать А Ваше Правое Полушарие Говорит О Это Так Интересно Это Так Артистично Получится Поэтому Ваше Правое Полушарие Будет Пытаться Что-то Сделать И Ваше Левое Полушарие Будет Уговаривать Вас Потому Что Никакого Смысла В этом Нет Это Сделайте Дома Сейчас Делаем Перерыв Что Нет Нет Так же Само Нарисовать